Друзья, всем привет! Меня зовут Максим и вы на канале Мияги Тайм. Приблизительно человек, наверное, 6-7 мне скинули один и тот же видос, братан! Это нужно увидеть! На канале Микс Шоу вышел видос о том, как живет, сколько зарабатывает и, короче, вся жизнь Энди Панды. Мне, например, очень интересно, надеюсь, интересно будет и вам. Подписывайтесь на канал Инстаграм, не тратим время, начинаем! Все, все готово. Мы сейчас добьем и заливаем все. Энди Панда. Также известный как Эншпиль. Популярный российский рэпер, который стал настоящим открытием в мире музыки. Сейчас фанаты скажут, он не рэпер, он музыкант. Музыкант с тех пор значительно продвинулся по лестнице популярности. Сначала став знаменитым в Северной Осетии, а затем и по всей России и СНГ. Рэпер всего добился своим талантом... Ставьте лайк, те, кто видели это выступление, где он читает трек для его погибшего друга, в честь его погибшего друга на вот этой вот сцене. Откуда это видео? ...тым упорным трудом. И в этом видео вы увидите, как это было. Энди Панда. Эншпиль. Как живет Саслан Бурнацев и сколько он зарабатывает? Дудем попахивает. Родился музыкант 2 октября 95-го года во Владикавказе. В юности он играл в футбол в юношеской команде Владикавказской Алании на местном стадионе «Спартак», который был совсем рядом с родным домом рэпера. С 2002 года он учился в средней школе номер 50 в родном городе. Затем получил профессию технолога. Но работать по специальности не стал, а выбрал кардинально другой путь к радости его поклонников. На будущее парня повлияли два человека. Родной дядя, который, как сказал сам музыкант, показал хип-хоп, и ямаец Шегги. Немного забытый, но до сих пор коммерчески успешный певец в стиле регги. Позже парень вспомнил, что занялся рэпом из-за того, что пацаны за окном читали настолько плохо, что Эншпилю захотелось им показать, как надо. Yeah, вот так и должно быть в принципе устроено. Много кто так начинает. Типа они слышат, как и в блоге сейчас, если ты в блогосфере даже вот так скажу, тоже столько бесталантных даунов с миллионными просмотрами. И это сейчас не моя обида говорить, потому что у меня мало просмотров. У меня друзья есть гиперталантливые и музыканты и так далее. И тоже у них там по нулям просмотров. Поэтому полностью его понимаю. Так в 16 лет рэп внезапно стал смыслом жизни для Саслана. Чем привел родителей в замешательство. Ведь сын хорошо учится, не пьет и не курит. А вдруг странные увлечения его испортят. В одном из интервью Саслан поблагодарил родителей, что приняли его увлечение и поддерживали его во всех начинаниях. А молодой человек решил все равно, что сможет добиться успеха без денег и связей. Просто с нуля. С финансами, как позже признается певец, было и вправду туго. И иногда даже не хватало на автобус. Свой первый псевдоним Эншпиль рэпер взял под впечатлением от фильма «Адский Эншпиль». Саслану нравился неформальный стиль, рифмованные четкие тексты под ритмичный бит. А под влиянием Шегги Эншпиль соединил регги и рэп и получил собственный самобытный стиль с быстрой читкой, злободневными текстами и мелодичной музыкой. А я думал, у них это потом уже образовалось, когда он с Мияги затусил. Прикольно, не знал. Которая сразу пришлась по вкусу молодежи и не только. Тогда парень понял, что начинать надо с соцсетей. Он писал админам в паблике, просил их выкладывать песни для оценки слушателей. Сам завел страничку, и все старания не прошли даром. Уже в 2013 году вышел совместный альбом Эншпиля, Мияги и Нама Минигана под названием «Энами». Ребята спели песни «Есть чё», «Энами», «Войнам», «Море» и другие. Дебютным альбомом музыканта стала пластинка «Накипь» в 2014 году. Этот сборник принес рэперу первую популярность и хорошие отзывы слушателей, которые отмечали, что один трек лучше другого. В альбом вошли песни «Малиновый рассвет», «Беспрекрас», «В районе мозгов» и другие. По сути «Малиновый рассвет» и стал отправной точкой, да? В следующем году вышел второй альбом рэпера «Тютелька в тютельку». Сборник тоже удостоился высокой оценки, и парня стали слушать не только в родном Владикавказе и Осетии, но и по всей России. Сюда вошли песни «Хип-хоп теракт», «Бэтбой», «Грязный», «С неба» и другие. Но хотя география слушателей «Эншпиля» и расширилась, до настоящей известности ему было еще далеко. В том же 2015-м... Никогда не сдавайтесь, если вы знаете, что вы делаете качественно, со всей душой и любовью. Вот, чувак не сдавался. И кто он сейчас? А? Году «Эншпиль» в тандеме с Владикавказ. Никогда не сдамся. Блядь, стану лучшим блогером на планете. Е! Казским рейдером Кера выпустили альбом «Бездельники». В сборник вошли песни «Братский», «Бездельники» и другие. А через год музыканты записали еще один сборник «Лето», состоящий из 12 песен. С 2012 по 2014 год «Эншпиль» был участником творческого объединения «Доупрекордс». Там же пребывал и «Мияги», с которым они записали несколько песен с участием других исполнителей. «Маджа», «Шуба-дуба», «Некуда идти» и «Клевета». Что положило начало их плодотворному сотрудничеству. А первой их работой как дуэта стал сингл «Саново Бич», который был выпущен вместе с клипом в 2015 году. Объединив свои творческие усилия, «Эншпиль» и «Мияги» в 2016 году выпустили альбом. Взяли и всех нахуй уничтожили. Просто все теперь знают этих ребят. Я бы, да, я бы подчеркивал это. В него вошло 8 песен, а осенью была выпущена вторая часть, в которую вошло еще столько же треков. Сколько я всего не знал. Эта пластинка, выложенная в соцсети, собрала рекордное количество лайков. Тогда рэперы наконец узнали, что такое настоящая популярность и любовь поклонников. Начинающие звезды не стали на этом останавливаться и продолжили радовать свою публику другими работами, чтобы не упустить удачу, которая только-только им улыбнулась. В том же году дуэт выпустил 7 синглов. Ра-па-пам, «За идею», «В последний раз», «Кайф», «Ра-па-па-пам», «Моя банда» совместно с «Монтана» и трек с «Рэм Дигой» «Ай Гад Лав». На «Последний» в следующем году был снят клип, ставший самым популярным клипом в России и в странах СНГ. Набрав на данный момент... Во всем русскоговорящем ютубе! ...сот 13 миллионов просмотров на ютуб. А дуэт, согласно итогам голосования проекта «Рэп.Инфо», был признан открытием 2016 года. Парни отправились в тур по 70 городам России и Украины. Билеты на концерты раскупались заранее, а в залах не оставалось ни одного свободного места. Как и сейчас! Я хотел попасть на концерт в Москве, захожу, билет стоит типа 50 или 60 тысяч вип. У меня столько не было даже, ну типа это реально нереально. Про концерты в Москве парни рассказали, что за два дня пришло около 5000 зрителей, и концерты прошли на ура. В начале апреля 2017-го дуэт выпускает новый клип на песню «Райзап», из готовящегося к выпуску альбома «Он Шакалака». Этот альбом стал третьим полноформатным альбомом дуэта. И записывался с участием одного из первых рэперов Северной Осетии «Амиго». Композиции «Райзап» и «Заплаканное» взорвали хит-парады. А на концерте «Билеты не достать». Парни стали приглашать на выступления, их фото появлялись на страницах почти всех музыкальных... Кстати, фоток так мало их вообще, что они не фоткаются? К ним заводу эту предлагали присоединиться к лейблу «Тимоти Блэк Стар», но ребята отказались от, казалось бы, выгодного предложения. Да манали они нахуй это. ...другой взгляд на музыку. Тем временем их песня «Половина моя» вошла в топ-30 самых прослушиваемых песен сайта ВКонтакте за 2017 год. В интервью Эншпиль сказал журналистам, что причиной популярности своих песен читает жизненную тематику текстов, которые о любви, дружбе и выборе своего пути. Да первое это узнаваемость, в плане... не узнаваемость, как сказать... Они создали что-то свое, вот. Вот. Неважно даже о чем, если они будут петь по крышечку от штатива, это все равно будет они. И это любят люди, вот. В общем, о том, что волнует всех. В том же году ребята выпустили еще пять синглов и создали свой собственный лейбл «Хаджиме Рекордс». За год парням удалось не только стать узнаваемыми и популярными, но и заработать 42,8 миллиона рублей, став седьмыми в топ-10 рэперов по доходам в России. Тем не менее, такая внезапная популярность не отразилась на ребятах и не изменила вектор их творчества. А наоборот. Тогда же у Мияги произошла трагедия. Погиб маленький сын. И дуэт перестал выступать, записывать песни и снимать клипы. В то же время их бывший концертный директор Константин Тен без ведома дуэта договорился о проведении концертов в нескольких городах. Взял предоплату у организаторов, после чего скрылся. Музыканты в своем сообществе объяснили ситуацию поклонникам и посоветовали всем пострадавшим обратиться в полицию, а сами провели внутреннюю проверку по факту использования лейбла. В начале 2018-го, после перерыва, Эншпиль, представившийся тогда новым фильмом Энди Панда, порадовал поклонников сольной композиции «It's My Life». Чуть позже вышли треки «Интро», «Кокон» и «Брат передал». Потом Энди записал ряд песен в дуэте с другими рэп-исполнителями. Вместе с «Доус» трек танцевала, а также композицию «Билборд», созданную с «Тумани Йо», «Мияги», «104» и с «Криптонитом». Последний появился с «Сосланом» в клипе на песню «Замерз». Также голос Энди Панды прозвучал в треке знаменитого казаха «Привычка». Возвращение осетинских парней порадовало поклонников, а исполнители подогревали интерес анонсированием в своих аккаунтах выхода нового альбома. Кстати, этот момент очень крутой. Я люблю, когда они все это скрыто делают, ты ничего о них не знаешь, а они там сидят и готовят бомбы. Сидят, пилят, придумывают и потом вываливают. Это очень прикольно, потому что с появлением в нашей жизни соцсетей грань как-то стирается. То есть у меня были чуваки, которыми я восхищался, и сейчас можно просто прийти к ним в Инстаграм на прямой эфир и типа «Йо, привет, Илья, как жизнь?» «Братан, чё, когда там?» «Ну то есть, в смысле?» «Это, блядь, группа, многоточие, камон, это святые люди!» А ты сейчас тут на «ты» с ними общаешься, и это вот стирает эту грань. А у ребят такого нет. То есть они там поначалу давали какие-то прямые эфиры и интервью, а сейчас вообще этого ничего нет. Поэтому это прикольно. Такой занавес, туман. Типа что там? Потом ба-бах! И обещали, что «Возвращение» будет очень громким. 20 июля вышел долгожданный альбом под названием «Хаджиме. Часть третья». Сборник стал завершением трилогии «Хаджиме» и состоял из 10 песен. «Родная пой», «Сорри», «Капитан», «Сонная лощина» и других. А через 10 дней на радость поклонников был выпущен бонус-сингл нового альбома «In Love». В августе вышел саундтрек «Хастл» к фильму «Харизма», снятый о творчестве популярного дуэта «Эншпиль» и «Мияги». Кстати, за первые два дня лента набрала больше 1,3 миллиона просмотров. С 2019 года «Эншпиль» окончательно сменил себя, и дуэт стал называться «Мияги Энт Энди Панда». Рэпер объяснил это тем, что хочет покорить не только русскоязычную аудиторию, но и западную. И имя «Эншпиль» для нее слишком длинное и непонятное. И, к слову, хотя в текстах парня нет политического подтекста, он не раз признавался, что хотел бы жить за границей. И не очень доволен ситуацией в своей стране. А еще такое имя он выбрал в память о погибшем друге. В том же году парни выпустили еще несколько синглов, один из которых совместный с американским исполнителем Mo'Easy, Это там, где приправа лежала. На которой позже был снят клип. Тогда же парни случайно столкнулись с певицей Азилии Бэнкс, которая, как оказалось, знает их трек «I got love» и слушает его фильм со своим парнем. В итоге кавказские парни и нью-йоркская певица записали так и не вышедший официальный сингл «Fireball», который потом все же слили в сеть. Также летом 2019-го Мияги и Энди Панда спели вместе с сыном Боба Марли Джулиан... Это, кстати, не он. Я думал, что это он, когда делал обзор. ...вступление помогло ребятам достичь нового международного уровня. 12 декабря 2019-го вышел анимационный клип, посвященный Бобу Марли, на песню «Trench Town». 14 февраля 2020-го дуэт записал песню «Кассандра», а 5 марта был анальсирован новый альбом рэперов «Ямакаси». Этот сборник был связан с благотворительным туром по Европе с целью собрать деньги на лечение тяжело больной Арнеллы Персаевой. Двухлетней девочке поставили неутешительный диагноз, и на лечение было нужно около 2 миллионов долларов. Но после приостановки тура музыканты запустили акцию «Ямакаси челлендж», чтобы собрать 50 миллионов рублей на лечение. Они пообещали, что как только нужная сумма будет собрана, альбом можно будет слушать бесплатно. В итоге первый сингл альбома «Утопия» вышел 3 апреля. Второй – 10 апреля под названием «Мало нам». 1 мая увидел свет трек «Бруклин», а 21 мая завершился сбор денег на лечение Арнеллы. Было собрано 11 миллионов рублей. И хотя цель до конца не была достигнута, рэперы заявили, что сборник будет в свободном доступе для всех желающих. К слову, с помощью Мияги и Энди Панды, их поклонников и других неравнодушных, девочка успешно прошла лечение. 17 июля альбом «Ямакаси» наконец выпустили. Он состоял из 9 песен и стал первым записанным без участия других артистов. Моё тело, минор. Альбом «Ямакаси» вспоминялся на верхней строчке чартов России. А после парни продолжили творить и выпустили ещё песни «Не жалея» и «All the time». И сингл «Патрон» в 2021 году. Охереть, я не знал ни одной песни. Энди продолжил сольную карьеру и на радость фанатов выпустил диск «Кинг-Конг». «Нам с тобой не по пути, глупые траблы». «Мама Африка», «14», «Кинг-Конг», «Эндорфин» и другие. Кстати, в первых числах января 2022 года дуэт выпустил новый трек «Буревестник», «Который сразу взлетел во ВКонтакте» на верхнюю строчку ТОП-100. «Прилетел, Буревестник» и поселился на район. Популярность дуэт в 2021 году использовал спортивный бренд «Найк», в рекламном ролике для которого парни бегут в фирменной одежде и обуви по городу, как оказалось, на концерт. И в реальной жизни ребята тоже любят этот бренд. Я тоже, кстати, люблю. Энди не разосветился в их кроссовках. «Найк Эйр Макс 95». Одно из самых популярных моделей «Найк» на воздушной подушке стоимостью около 15 тысяч рублей. Кроме этой модели на нем можно увидеть «Найк Эйр Форс 1.1» и «Найк Эйр Макс 270». Я себе недавно такие взял. «Найк Эйр Форс 1» за 9 тысяч. В жизни Энди большую роль играет семья, но, к сожалению, его фанатов о своей личной жизни он рассказывать не любит. Более того, все вопросы о семье и детях он просто ненавидит. Известно лишь, что он женат. А в одном из интервью парень признался, что лучше проведет вечер с семьей, чем пойдет на тусовку в ночной клуб. С супругой по рассказам рэпера они знакомы давно. Познакомились в гостях у общих знакомых во время учебы в университете. Хотя однажды он все-таки рассказал, что любимая песня его жены «Оранжевый закат». И парень старается писать песни так, чтоб 50% было для второй половинки. Как рассказывает Энди, самое безумное, что он сделал ради любви – это женился. И именно жена заряжает его на романтические треки. Пара живет в Питере и воспитывает сына, а в 21 году у них родилась дочь. Фото его бывших в сети тоже днем с огнем не сыщешь. Еще он принципиально не принимает участие в рэп-баттлах. Хотя не скрывает, что смотрит их. Ведь для него, как истинного кавказца, неприемлемый мат и оскорбление по матушке. И в развлекательных шоу парень тоже участвовать не любит. Хотя ни раз звали. Но они же были на «Что было дальше?» в качестве зрителей. Там есть фото или видео, точнее это видео, где они сидят на первом ряду, со спины снято. Как по его словам, не хочет себя очернять. Да и в скандалах он замечен не был. Что отличает рэпера от других его коллег по цеху, которые любят ввязаться в громкие истории, чтобы подогреть к себе интерес публики. И парень не согласен с мнением, что рэп – это тусовки, тёлки и другое. Он считает, что рэп – это жизнь и то, что происходит вокруг. Что касается хейта в юмористических пабликах, к нему Энди относится, как он говорит, по приколу. И если встретит что-то действительно смешное, обязательно перешлёт другу. И, кстати, Энди всегда читает комментарии и сообщения в директ. Он называет это уважением к слушателю. Однажды Энди репостнул мой… Что это было? Реакция на трек. Но там не моё было лицо, а он вырезал момент, где мой сын был. Энди нормально наваливает. И мне все пишут, типа, «Тебя репостнул Энди!» «Тебя репостнул Энди!» Я такой, где, что, захожу, смотрю и вправду. Потом я хотел про это сделать видос, но подумал, как-то это будет, знаете, типа, числавненько так, типа, «Посмотрите меня тут репостнул Энди Панда!» Поэтому вот я сейчас этим делюсь. К родителям рэпер относится с большим уважением, а маму нежно величает матушка. Саслан резко выступает против тех, кто разделяет людей по национальности. И говорит, что расизм – это крах нынешнего поколения. Согласен. А родителей, которые воспитали своих детей расистами, надо перевоспитывать вместе с их чадами. Кроме музыки, Энди восхищается чемпионом мира по боксу Муратом Гассиевым, с которым лично знаком. И мечтает, если спортсмен согласится, написать ему трек на выход. Кроме того, Энди стал одним из главных лиц возрожденной Алании – футбольной команды из Владикавказа. В команде играют ребята с родного двора Энди. И, естественно, он за них болеет. Ведь и сам когда-то серьезно увлекался футболом. Также Энди топит за Хабиба, который тоже его сосед. Еще в интервью рэпер со смехом признался, что любит сериал «Воронины» и смотрит папины дочки. Как у истинного рэпера на обоих руках рэпин из татуировки. На левой – в виде открытого глаза, на правой надпись. Энди признается, что он в рэп-индустрии в первую очередь за идею. А уже потом из-за денег. И надеется, что в будущем не станет музыкантом-шабашником. Кстати, по слухам, его выступление обойдется организаторам в более чем 1 миллион рублей. Согласно концертному договору дуэта 2016 года, который попал в сеть несколько лет назад, организаторы за три дня до выступления должны перечислить 50-процентную предоплату. Три билета на самолет эконом-класса – только Аэрофлота или С-7. В случае ЖД-переезда время на дорогу не должно превышать 20 часов в вагоне-купе. При переезде более 6 часов организатор выделяет 500 рублей на человека на питание всего коллектива. На все время пребывания в городе, где дается концерт, организатор предоставляет легковой комфортабельный авто на 4 места. И из соображений безопасности парни не передвигаются на такси. При дороге до 400 километров коллективу требуется автобус класса «Люкс». Гостиница для дуэта должна быть не ниже трех звезд и находиться недалеко от концертной площадки. В гримерке должен быть туалет в шаговой доступности, душ, банные полотенца, если артисты не остаются на ночлег, яблоки, киви, бананы, 10 полулитровых бутылок минеральной воды без газа, 5 бутылок минералки с газом, по 2 литра колы и сока, 0,7 виски Джеймс, мясная нарезка и бутерброды. К охране требования такие. Быть лояльными к поклонникам, не заламывать им руки, не выводить за пределы концертной площадки. В случае невыполнения любого, даже мелкого... А потом, когда чувак поднялся был, сфоткаться, и охрана начала выводить, они сказали типа «Стопе», и это было с Мияги. И он сначала сфоткался, а потом «Пожалуйста, идите». После этого пункта договора рэперы могут отменить выступление, а предоплату оставить себе, что тоже прописано в договоре. Теперь, скорее всего, требования парней существенно повысились. Оно и понятно. Кстати, в одном из интервью Энди отметил, что в России в 95% случаев плохая организация концертов. О жизни Энди Панды вне сцены известно не так много, но он и так доказал всем, что не нужно быть сыном богатого отца или родственником кого-то влиятельного. Ведь если есть талант и большое желание, четкие цели и правильные принципы, добиться можно многого, даже если ты простой парень из Осетии. Возможно, секрет популярности Энди в том, что ты... Блин, как круто снято, е-мое. ...девчонок и маль... Видите, такие анаморфные эти разводы, бля. Так, ну чё, если честно, я думал, совсем будет душный обзор, потому что здесь много повторов будет. Но оказалось... Да, были, конечно же, повторы. Процент, наверное, 60 я знал. Таких 60, 80. Но было прикольно, интересно. Ещё райдер в конце было интересно послушать. Но я так понял, это райдер 16-го года, он абсолютно ничего не имеет общего с действительностью, за исключением Вискаря, наверное. Вот так, короче, прикольно. Спасибо всем, кто скидывал этот видос. Мне интересно, надеюсь, было интересно вам. Если у вас ещё есть крутые видосики, которые вы считаете, что было бы круто сделать на них реакцию и поделиться потом этой реакцией с подписчиками, милости прошу в своём Инстаграме. С вами был Максим, подписывайтесь на канал, Инстаграм. Пока!